Берем и просто равномерно рассыпаем по всему объему емкости. И теперь мы понемножку, буквально по 100 грамм, просто поливаем любое комнатное растение. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости-подписчики моего канала, любители комнатного цветоводства. Сегодня я вам покажу очень простую натуральную органическую подкормку для практически всех комнатных растений. В том числе можно так подкормить и рассаду цветочных и овощных культур, которые мы выращиваем для своих дач и огородов. Подкормка готовится очень быстро, легко. И я вам покажу два способа применения ее на примере подкормки замиокулькаса. Замиокулькас, кстати, очень любит эту подкормку. Реагирует он на нее очень активным и бурным ростом новых побегов. Так как в этой подкормке содержится большое количество калия, фосфора, магния и других макро- и микроэлементов, кроме азота. Азота в нем практически не содержится, поэтому применять ее можно осенью, зимой и весной. В принципе, можно применять и летом, но тогда нужно будет летом еще добавлять какую-либо азотистую подкормку при выращивании ваших растений. Еще в чем плюс данной подкормки, то что она практически доступна для всех. Купить ее можно в любом супермаркете. Также очень любит эту подкормку и денежное дерево, толстянка. Многие ее выращивают, также некоторые жалуются, что она плохо растет, развивается. Вот от нее толстянка набирает очень толстенькие такие листики, становится зеленой, хорошо себя чувствует и растет. Давайте теперь приступим непосредственно к приготовлению, точнее к подкормке растений. Подкормить можно, как я вам уже говорил ранее, двумя способами. Сейчас я вам покажу сухую подкормку. Для этого нужно взять столовую ложечку, ну и примерно так вот. Одна столовая ложка из расчета на горшок емкостью примерно 3, ну может быть 4 литра. Вот как раз вот такого объема будет достаточно. Берем и просто равномерно рассыпаем по всему объему емкости с растением. Ну и немножко вот так ее можно еще зарыхлить, заделать в землю вот таким способом. И далее, далее растение нужно полить. Вот и вся, в общем-то, и подкормка. Но есть второй вариант. Он многим покажется более правильным, так как водные растворы быстрее усваиваются корнями. Ну и в принципе он также простой, ничего сложного нет. Берем одну столовую ложечку, можно с небольшой горкой. И растворяем в одном литре воды комнатной температуры. Вода, конечно, должна быть отстоянной. Она не должна содержать в своих примесях хлор. Если вы пользуетесь водопроводной водой, то, конечно, нужно, чтобы она отстоялась, ну хотя бы сутки. Хорошо перемешиваем раствор. Вот видите, комочки на поверхности плавают. Если немножко подержать, примерно часик-два, то эти комочки хорошо растворяются. И в принципе уже не плавают на поверхности. По прошествии двух-трех часов раствор хорошо настоится. Перед применением его также нужно будет еще раз хорошо перемешать. Я вам сейчас показываю для примера. Я не буду ждать 2-3 часа. Я вам рассказываю технологию приготовления этой замечательной простой подкормки. Кстати, вот забыл сказать вам, в ее составе еще содержится большое количество аминокислот. Если вы обратили внимание, сейчас многие современные удобрения в своем составе содержат еще и аминокислоты. Потому что заметили ученые, агрономы, что подкормки растений аминокислотами также способствуют и хорошему росту, повышению урожайности, более пышному, яркому цветению. Ну и вообще растения чувствуют себя после подкормки аминокислотами очень хорошо. Кстати, можно купить и в аптеке аминокислоты и подкормить комнатные растения и рассаду. Как это сделать, у меня есть отдельное видео. Посмотрите в разделе о выращивании комнатных цветов. И так вот, видите, быстро комочки растворяются. Еще раз хорошо перемешиваю. Ну и, как говорил я, не буду я ждать 2-3 часа. Предположим, что у нас этот раствор уже постоял в нужное время. И теперь мы понемножку, буквально по 100 грамм, просто поливаем любое комнатное растение. Переливать не нужно. Хоть это удобрение и не содержит азота, все-таки применять его в больших количествах не надо. Поэтому применяйте очень аккуратно, понемножку. Смотрите, как реагирует ваше растение. Если все хорошо, такую подкормку можно повторить через неделю, либо через 10 дней. Это хорошо скажется на росте и развитии ваших растений. Это удобрение представляет из себя обычный горох. Просто берем 2-3 столовых ложки гороха, измельчаем его вот до такого состояния крупы, либо муки. Измельчаю я в кофемолке и подкармливаю все свои растения, включая рассаду. Всем большое спасибо за просмотр. Продолжение следует...